друзья всем привет в этом видео буду делать распаковку пантографа с алиэкспресс купил я его себе для микрофона и сейчас в этом видео я распакую и протестируем в комментариях часто вопросы каким микрофоном я пользуюсь вот самым недорогим с алиэкспресс около 50 долларов стоит называется юхуру юм 910 в комплекте идет обычная подставка и мне понадобился пантограф вот как раз для него я и купил обзор этого микрофона кому интересно ссылка будет в подсказке а также в описании и так возвращаясь к теме этого видео делаю распаковку ссылку на алиэкспресс кому интересно оставлю в описании под видео на этот пантограф по стоимости около 11 долларов упаковка слегка помятая но я думаю это будет не критично давайте посмотрим что здесь настольный кронштейн стойка для микрофона модель называется nb 35 это так понимаю компания производитель что здесь еще можно посмотреть технические характеристики материал металл материал ручек пластик высота максимум 72 два плеча по 36 сантиметров и нагрузка на стойку имейте ввиду 0 7 килограмм то есть 700 грамм максимум микрофон больше нельзя подключать иначе этот штатив не выдержит крепление крепится к столу или другим плоским поверхностям толщиной до 5 сантиметров подходит для динамических и не очень тяжелых конденсаторных микрофонов весом до 700 грамм микрофон для которого я покупал этот пантограф весит я взвесил 211 грамм хотя и выполнен из металла кстати здесь интересно то что идет внутренний чип от реалтек это юсб микрофон и у него есть своя звуковая карта вот такая вот у него стойка но мне понадобился пантограф потому что когда я делаю распаковки я эту стойку бывает задеваю и получается неприятный звук с пантографом распаковки какие-то обучающие видео будет делать намного удобнее такая стойка которая шла в комплекте она достаточно для закадровой озвучки но для распаковок каких-то она неудобная продолжаем далее вот он нарисован сам пантограф и преимущество пантографа в чем в том что его можно регулировать как по высоте так и по углу наклона кстати вот в комплекте резьба давайте посмотрим 3 на 8 миллиметра и 5 на 8 миллиметров то есть подключение имейте ввиду какое здесь я вот сказал делаем распаковку так по комплектации сам пантограф выполнен из металла струбцина для фиксации тоже выполнена из металла вот это вот часть идет такой пластик и и держатель для микрофона с резьбой выполнен из пластика но в моем случае он не скорее всего не понадобится давайте соберу и посмотрим более подробно и в самом этом держатель для микрофона который идет в комплекте как я и говорил есть две резьбы 3 на 8 дюйма а вторая 5 на 8 дюймов как это делается просто выкручивается вот такая вот резьба и получается резьба больше сборка идет самая обычная пантограф подключаю к струбцине и здесь фиксатор такой на резьбе и закручиваем максимальная ширина поверхности на которую будете фиксировать не должна превышать 5 сантиметров так написано на упаковке но на практике я раскрутил резьбу на максимум и замерил 4 1 сантиметр максимальная толщина столешницы и все теперь я могу задавать угол и также выдвигать вот здесь есть тоже металлические пружины такие специальные теперь осталось одеть микрофон давайте сейчас подключу микрофон здесь тоже регулируется угол и фиксация такая тут выполнена тоже из металла у меня же микрофон идет такого студийного стиля и учитывайте в комплекте паук не идет с пантографом с этим и не идет поп-фильтр это у меня все шло в комплекте самим микрофоном но бывают наборы пантографов на алиэкспрессе много можно найти вместе с такими вот дополнительными штуками вот у меня же это все уже есть теперь с вот этим вот держателем который шел в комплекте мне понадобится переходник я его выкручивая и одеваю теперь на паук который шел в комплекте вот таким вот образом то есть это своего рода как переходник и теперь я могу накрутить свой микрофон при помощи этого переходника все теперь вот таким вот образом это у меня все получается и конечно же лучше одеть поп-фильтр у меня он шел в комплекте с микрофоном и здесь его на сам пантограф можно зафиксировать сейчас я зафиксирую и все теперь микрофоном удобно пользоваться когда мне нужно я его выдвинул отрегулировал каким образом задал угол какой мне необходимо я друзья немного все переподключил микрофон направил вот таким вот образом шнур пустил поверху то есть можно разные вариации делать почему вот что если будет делать какую-то распаковку чтобы эта область мне не мешала то есть тут смотря как если у вас закадровая озвучка то можете по обычному микрофон подсоединять то есть есть различные варианты если подвести итоги то за доступную стоимость получается неплохой пантограф выполнен из металла для нетяжелых микрофонов подойдет на этом у меня все всем пока и до встречи в новых видео